МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Покинул СИЗО. Участника смертельной драки на Старом Базаре отпустили под домашний арест. Пустые прилавки, паника и отсутствие лекарств. В чем причина аптечного коллапса в регионе? Смекалка ритуальных агентов. В Барнауле начали продавать гробы с окошками для умерших от ковида. Алтайский край вошел в число регионов, которым нужна поддержка. Такую идею озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он обратился к министру финансов России с предложением оказать помощь территориям, где ежегодно фиксируют убыль населения. Эти регионы демонстрируют неспособность решения этой задачи за счет собственных возможностей. Поэтому правильно было бы правительству, также проанализировав ситуацию, предложить Государственной Думе поддержать финансирование этих регионов целевым образом на решение задач, которые скажутся снижением естественной убыли в этих регионах. Кроме Алтайского края поддержать нужно Кемеровскую, Волгоградскую, Омскую и другие области. Финансирование может коснуться в первую очередь здравоохранения, решения вопросов многодетных семей и льготного жилья для детей-сирот. А тем временем больше средств планируют направить на проблемные сферы и в краевом бюджете. В АКЗС прошли публичные слушания по проекту бюджета региона на 2021 год. 74% всех средств пойдут на социальную сферу, будут проиндексированы зарплаты и социальные выплаты. Об этом депутатам доложил министр финансов региона Данил Ситников. Это приоритеты при формировании бюджета края. Гораздо больше средств запланировано в следующем году на здравоохранение региона. Отдельно учли и затраты, связанные с пандемией. Таким образом, расходы на здравоохранение на 2021 год увеличатся на сумму более 600 миллионов рублей и составят 8 миллиардов 600 миллионов рублей только в части краевых полномочий. Мы подробно ознакомились с бюджетом, постатейно просмотрели, провели консультации с Минфином. Видим, что по всем сферам идут увеличения. Будем работать над бюджетом ко второму чтению. И сегодня, как было отмечено, очень важно, чтобы все те обязательства, которые мы берем, они были подкреплены бюджетом. Не давать пустых обещаний. Все высказанные предложения проанализируют разработчики законопроекта о краевом бюджете. Депутаты АКЗС рассмотрят его в рамках сессии 29 октября. Еще 12 человек скончались в ковидных госпиталях края. За сутки выявлено 204 новых случая заражения. На весь регион остаются свободными почти полтысячи коек в красной зоне. Добавим, что сегодня в крае 377 ковидных пациентов находятся в тяжелом состоянии. Из них 139 человек подключены к аппаратам МВЛ. Перейдем к другой теме. Эпид-обстановка в регионе наколена до предела. Покупатели лихорадят. Они мечутся от одной аптеки в другую в поисках противовирусных и антибиотиков. Препараты не купить, хотя они есть. В чем причина коллапса и в фармакологии, расскажет Валентина Аскерова. Ни левофлоксоцинок, ни моксифлоксоцинок, ни цифтриаксона, антибиотиков нет. Людей много приходят за ними? В течение дня и приходят, и по телефону, то есть постоянно спрашивают. Препаратов нет. Три дня назад мы получили, мы не можем его дать в продажу, потому что честный знак, программа, которая вот у нас, мы должны оприходовать этот товар в этой программе, чтобы дать в продажу. Поэтому программа не работала по всей стране уже два дня. В итоге мы препараты дать людям не можем, продать не можем, они остаются без лечения. С этого лета все лекарства подлежат обязательной маркировке. Алтайский край на нее лишь переходит. Система для регистрации препаратов работает через сеть. Сбои, зависания происходят даже в краевом центре, не говоря уже об отдаленных районах. И система, по сути, отказывается спасать людей. Маркировка нужна для того, чтобы отслеживать движение товара от производителя к конкретному потребителям, чтобы все это было прозрачно. Было бы очень хорошо обойтись сейчас без нее, чтобы пережить вот эту серьезную пандемическую ситуацию. Когда человек не может получить лекарство, а оно есть, это очень обидно. В надежде получаем подтверждение от МДЛП. Ответ отрицательный. Много моих родственников сейчас болеют. И нужно было срочно достать антибиотики. Их по аптекам нет. Азитромицин я не могла найти. Левохлоксоцин. То есть все, что назначают сейчас врачи, к сожалению, не всегда это есть. Антибиотики, которые требуются в том числе и моей маме при борьбе с пневмонией в городе, не достать. Ближайшая аптека, где пока еще есть это лекарство, находится в Новичихе. Это 250 километров от Барнаула. Заказать на сайте невозможно. Поэтому мы едем на АБУ, мы постоянно думаем, а вдруг его уже купят к тому моменту, когда мы прибудем на место. Препараты есть, в них как бы нет. Для стационарных улит из-за маркировки не разрешают отдавать. Три часа пути и всего одна ампула. А в день их нужно две. А курс лечения при этом 10 дней. До конца этого года точно мне сказали. Да, до декабря маркировка точно проходить должна. Я после ковидного госпиталя не могу найти нигде лекарства. Оттуда отправили долечиваться. А здесь я не найду антибиотиков даже не найду. Было очень страшно, когда я лежала в реанимации и умирала. Я думала, я не выживу. Вот это было страшно. А сейчас? А сейчас, да. А сейчас нечем долечиваться. Вот это страшно. Извините. Выходит из аптеки, а в пакете сок до витаминки. Если вопрос поставок лекарств в край уже обсуждает с федеральным центром, проблему маркировки только начинают признавать. Так Госдуме предлагают вести мораторий на новые правила оборота лекарств. Противовирусные, жизненно важные препараты при борьбе с пневмонией в городе сейчас не достать по разным причинам. Здесь замешана и несвоевременная маркировка, и то, что заводы по производству лекарств не готовы были к такому массовому ажиотажу. А ведь за полгода, с момента начала пандемии, можно же было постелить солому людям, которых сегодня приходится массово хоронить. Валентина Аскерова, Николай Шелко, Дмитрий Денисов. День с толком. Не допустить непоправимых последствий сейчас главная задача. Но, к сожалению, жертва на коронавирусном фронте есть. И, к сожалению, сами похороны сейчас для близких испытания. Проститься с ушедшими нельзя, гробы закрыты. На что похоронный рынок мгновенно отреагировал. Андрей Дрей расскажет, продают ли в Барнауле гробы с окошками, и есть ли на то причина. Это проверка на прочность. Видео нам прислал представитель Барнаульского ритуального агентства. Мол, земля во время погребения не проломит окошко. Гробы со стеклами – требование эпохи. Их заказывают родные умерших от коронавируса. Иначе спокойникам не проститься, ведь гроб должен быть герметично закрыт. Ни один из представителей ритуального бизнеса общаться с нами напрямую не согласился. В агентство мы пошли под видом клиентов и узнали, что интересуются новой опцией часто. Но меня захотели отговорить. Зачем вам с одной стороны окно? Во-первых, там, когда укладывают в гроб, его закрывают. Его, то есть, тело покойно укладывают в пакет. Пакет застегивается, обрабатывается. Ложится в гроб, гроб забивается. Вскрывать нельзя и наклеивается. То есть, герметичности нет, могут не разрешить. Подождите, а кто должен разрешать или не разрешать? Это морги просто договаривались, чтобы вам хотя бы лицо. Но это, я не знаю, пойдут они, нет. То есть, одевать, упаковывать в черный пакет и укладывать в гроб должны еще в морге. И не в каждом патологоанатомическом отделении разрешат открыть лицо умершего. Но в другом похоронном агентстве нас все же успокоили. В морге гроб с окошком проблем не вызовет. И все же мы спросили у врачей, можно ли считать тело умершего источником распространения вируса. Это больше вопрос, наверное, к эпидемиологам. А я, как врач-патологоанатом, отвечу на него так. Спустя несколько дней после вскрытия в организме находили частицы вируса. Несколько дней. Индивидуально. Правда, от момента смерти до захоронения может пройти больше, чем несколько дней. Основной путь передачи коронавирусной инфекции – это воздушно-капельный. Но, как известно, умерший человек, он не дышит. И вирус передаваться через воздух не может. Роспотребнадзор со своей стороны ответил нашей редакции, что хоронить всех уже можно согласно общепринятым санитарным нормам. А специальные рекомендации для захоронения умерших от коронавируса – обработка поверхности, дистанции при прощании, кремация – отменили еще в июле. Поэтому такое ритуальное новшество – скорее выбор потребителя и точная реакция рынка. Стоить гроб с окошком будет примерно на 5 тысяч дороже непрозрачного аналога. В сфере похоронных услуг уже учли все страхи и спешат успокоить. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Участника смертельной драки на Старом базаре отпустили под домашний арест. Речь идет о боксере Михаиле Старцеве. Накануне в суде Центрального района Барнаула прошло заседание. Следствие просило продлить срок содержания Старцева в СИЗО. Однако судья отклонил это ходатайство и смягчил меру пресечения, отправив бывшего боксера под домашний арест. Напомним, в июле в районе Старого базара произошла массовая драка, в результате которой погиб 40-летний житель Барнаула. Следствие полагает, что смертельный удар нанес Михаил Старцев. Барнаульцы недовольны халатным отношением дорожных служб, которые ремонтировали шоссе «Ленточный бор». По мнению людей, ограничивающие скорость знаки на этом участке магистрали установили неправильно. Из-за чего водители уже начали получать штрафы за превышение скорости. Подробнее расскажет Мария Микшута. Эти кадры появились в соцсетях несколько дней назад. Водители жалуются на камеры, фиксирующие скорость на обновленной дороге «Ленточного бора». Камера точно так же настроена на скорость 40 км в час. Эту дорогу отремонтировали пару недель назад. А камеры, по словам водителей, остались настроены, как во время строительных работ. Максимум на 40 км в час. Но несколько дней знак, предупреждающий об этом, стоял дальше камеры видеофиксации. Проезжая этот небольшой участок дороги за моей спиной, водители часто, сами того не подозревая, нарушали скорость. Сейчас здесь все уже в порядке, а вот автомобилистам только начали приходить письма счастья в виде штрафов. Ко мне стали обращаться жители города Барнаула, которые писали мне о том, что им приходит постановление по превышению скорости. Хотя на данном участке дороги у нас ограничения действуют 60 км в час. Когда они ехали 60 км в час, людям выносили постановление. Нахватавшие штрафов барнаульцы в недоумении, почему из-за халатности дорожных служб придется поплатиться рублем. Неплохо они собирают. Мне там штраф 8 октября прилетел. Тоже ехала, ориентируясь на знак 60, но никак не на 40. Это точно какой-то бред. Пятый день подряд штрафы приходят. Эксперты говорят, такие нарушения – редкий случай, но их можно обжаловать. Имеет право обратиться с жалобой на это постановление. Такая жалоба подается либо непосредственно лицу, которое вынесло это постановление, либо вышестоящему должностному лицу, которого полномочено рассматривать, либо в районный суд. Несогласным со штрафом водителям он советует не тянуть. С момента получения постановления автомобилистов есть 10 суток для подачи жалобы. Трактор вместо машины. У жителей села Санниково Первомайского района свое такси. Пользоваться им приходится, когда грунтовая дорога превращается в озеро, и это почти круглогодично. О проблеме ям и ухабов расскажет Никита Ермаков. Громе такси вызывали! Итак, после каждого крупного дождя, грунтовые дороги, в строящемся Санниково, разбивают дожди и снег. Порой полностью отрезая жителей от внешнего мира. Мы не можем выехать в основную часть села, не можем выехать на федеральную трассу, потому что отсутствует покрытие в меняемой дороге. Нижнюю часть затапливает, а верхняя часть превращается в грязь, по которой автомобили не могут подняться. Затруднен серьезно проезд и пожарных, и скорой помощи, и оперативных служб. Конечно, затруднен мы по поводу этого сильно переживаем. Дети не могут выйти в детский сад и в школу. Эту часть поселка начали застраивать еще 10 лет назад. За это время вопрос с дорогой так и не решился. Хотя с каждым годом население популярного у новоалтайцев и барнольцев поселка растет. И к 2021-му жители хотят заасфальтировать уже 4 улицы. В первую очередь западную. Она ведет от подстанции и проходит артерии, главное, через все улицы. Так как она наиболее проездная, и эта, скажем так, дорога, она, на мой взгляд, порядка 9 месяцев просто непригодна к эксплуатации. Потому что на ней образуются очень высокие колеи, там порядка 30, наверное, даже сантиметров грязь. И не то, что там проехать, там пройти невозможно. А общая протяженность дорог, которую бы люди хотели построить около 5 километров, в администрации Первомайского района пояснили, за счет муниципального бюджета такую протяженность не заасфальтировать. Но это возможно, например, при участии в конкурсе. Кстати, и по этой программе в крае построили уже 33 дороги в Троицком, Косихинском, Залесовском и других районах. В том же Санниково в 2020-м провели освещение. Для Барнаула проблема дорог тоже близка, причем дорог уже построенных. Проблемы с дорогами не только в Санниково, в Барнауле, улице Гридасова, стала причиной многих жалоб сотрудников специальных служб, пожарных и скорой помощи. Ямы и Рытвины мешают проезду. Дорога адская, я вам скажу, ребята. Особенно, когда у пожарников, прорывая здесь трубу, вода вот от той лужи, от большого столба, до сюда стоит. Жильцы, пожарные, медики жалуются на этот участок годами. Видимо, остается ждать, когда сюда придет программа безопасных и качественных дорог. А в Первомайском районе уже на днях планируют начать разговор с администрацией об участии в программе местных инициатив. Надеясь, что осень будет суше и в школу не придется добираться вплавь. Никита Армаков, Николай Шилко. День с толком. В последнее воскресенье октября водители отмечают День автомобилиста. Как не прогадать и выбрать надежное авто, расскажем в следующем сюжете. Ну, вот что ездовые собаки брать, это я слышал. А вот что бы ездовые коты, это не брать. Чтобы не попасть в нелепую ситуацию, как герой советского мультфильма, подготовиться к зиме лучше заранее. И самое время для этого – осень. Кстати, в преддверии Дня автомобилиста, который отмечают в России с 1976 года, автоцентр «Реал-Нааби» подготовил подарки. Например, акцию «Зима не страшна». Здесь проверят техжидкость, аккумулятор, проведут диагностику подвески и элементов системы отопления. У нас сейчас запущена акция «Сезон охоты на выгоды». И наши клиенты могут получить скидку до 190 тысяч рублей на приобретение кроссовера. Специалисты советуют остановить свой выбор на новеньком «Киа Соренто». Привлекательный вид, агрессивная, но эффектная решетка радиатора, светодиодные фары, последний рестайлинг. При внушительных габаритах машина очень маневренная. 180 лошадиных сил, обладает повышенной экономичностью, ну и тяговитостью. Вот обратите внимание, очень шустрый автомобиль, в потоке идет уверенно. Ну, смотрите, обгоняем всех, скажем, очень шустро идет автомобиль. В сервисном центре «Реал-Нааби» действует гибкая система скидок и бонусная программа. Клиенты, которые приезжают на гарантийных автомобилях, при прохождении обслуживания накапливают бонусы, которыми можно оплатить до 20% от стоимости всех работ. Клиентам постгарантийных и непрофильных автомобилей бонусная программа дает хорошую скидку. 50% на обслуживание и 15% на запасные части. Автоцентр «Реал-Нааби» уже более 15 лет радует водителей комфортом и качеством, поэтому многие автомобилисты выбирают именно «Реал». На этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит. Для ваших вопросов, просьб и предложений работает наш телефон 205-545. А через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Стройрегион». До встречи в эфире и хороших вам выходных. Продолжение следует...